В Токтамкайском районе считанные часы понадобились полицейскими и спасателям для розыска заблудившихся в лесу женщин. Как выяснилось, причиной потери ориентиров стали недостаточная подготовка и незнание местности. О том, что в одном из лесных массивов, расположенных в районе Алушинджи, заблудились две жительницы города Краснодара в возрасте 42 и 47 лет, стало известно от сотрудников Единой службы спасения. Одна из женщин взяла с собой сотовый телефон и, заблудившись, смогла дозвониться до оператора дежурной смены. К поисковым мероприятиям сразу же подключились полицейские отделы МВД России по Токтамкайскому району. Из сотрудников полиции была создана группа 10 человек, которая направилась на поиски данных граждан. В поисках принимали участие, помимо наших сотрудников полиции, работники администрации. Были волонтеры, охотники, егеря. Ну, совместными усилиями нашими могли установить данных женщин в лесу массиве. Женщины рассказали, что припарковали автомобиль на окраине населенного пункта и зашли в лес. Когда гребники оказались на значительном удалении от своей машины, обе поняли, что самостоятельно вернуться назад не смогут. В незнакомый лесной массив женщины пошли без какой-либо подготовки и по чистой случайности в мобильнике не села батарея. Полиция рекомендует гражданам тщательно готовиться к походу в лес, особенно в незнакомую местность. Более подробную информацию, как себя вести и специальную памятку, можно найти на официальном сайте МВД по республике Адыгея. Сотрудниками полиции Адыгеи возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Шовгеновского района. Основанием для этого стало обнаружение в его домовладении тайника с наркотиками. Проверочные мероприятия проводились с оперативниками подразделения по контролю серии оборота наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Кашхабльский». По их сведениям, мужчина регулярно употреблял марихуану, которую также мог хранить у себя дома. В дальнейшем в одной из хозяйственных построек стражу правопорядка обнаружили мешок с измельченными частями растений конопли. По заключению экспертов, в нем находилось более двух килограммов наркозелия. Хозяин домовладения в это время находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому лицу грозит до 10 лет лишения свободы.